Уважаемые товарищи! 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 В том, что надо отменить частную собственность. Вот главная задача коммунистов, еще в манифесте коммунистической партии Маркс и Энгес писали, главная наша задача – отмена частной собственности. Когда частная собственность сохраняется, какая свобода? Объективной основании нет. Почему? Не принадлежат ни средства труда работающему, ни результата отчужденности самого труда от результата. Он выполняет не свои цели. А в чем смысл жизни отдельно взятого человека и целого класса? Если класс или отдельно взятый человек в своей деятельности не только целенаправлен, но и целесообразен, результат соответствует цели, идеальный образ будущего совпадает с полученным результатом деятельности, вот тогда эта деятельность имеет смысл. Тут тоже единство объективного и субъективного. Но если цели даются этому классу, рабочему классу, пролетариату извне, или не только рабочему классу, но нам, наемным работникам, извне, они нам ставятся, сверху спускаются бюрократические директивы, что мы должны, вон, преподаватели сейчас пишут, там, написать 365 программ по философии в одном вузе, да? Казалось бы, глупость? Нет, это намеренное разрушение, тут уже сказано, высшего образования, через это бюрократическое принуждение. Нам ставят цели, противные нам, да? Да? И в этом мы, конечно, не свобода. Вот если мы сами ставим цели сознательно и стремимся к осуществлению, тогда да, тогда свобода. И никакой свободы нет, если нет вот этой свободно выбранной осознанной цели. Но ведь свободно выбранная осознанная цель, а вдруг она иллюзорна? Значит, еще одна проблема, тут присоединяется, которую тоже Ленин пишет, сейчас я буду цитировать тоже, для подкрепления того, что это действительно Ленин, что я ему не приписываю того, что у него не было. Еще одна проблема, вот проблема истины. Если ты ставишь иллюзорные цели, то есть это нельзя сделать, вечный двигатель, ну нельзя. Или так вот, как хулить или коммунистическая идея, это абсолютная иллюзия, это никогда не было, нет и быть не может, да? Вот, где тут критерии, надо искать критерии, да, истины? Ну, вы знаете марксистский подход в практике по поводу коммунизма. Сто тысяч лет современная антропология говорит, существует человек на земле. Из них львиная доля, 95 тысяч лет первобытный коммунизм. Значит, было, и все, я сейчас не буду касаться этой вопроса, но это легко доказать, что это был настоящий коммунизм, но первобытный. Значит, было, значит, благодаря процессу отрицания, отрицание может быть, да, может быть, это закономерно, закономерно. Вот, и вот элементарные какие-то свободы, скажем, декларируемые свободы собраний у нас в Конституции, да, никак объективно не подкреплены. И вот опираюсь опять на Ленина, цитирую его. Рабочие прекрасно знают, что свобода собраний, даже и в наиболее демократической буржуазной республике, есть пустая фраза, ибо богатый имеет все лучшие общественные и частные здания в своем распоряжении, а также достаточно досуга для собраний и охрану их буржуазным аппаратам власти. Пролетарии города и деревни и мелкие крестьяне, то есть гигантское большинство населения не имеет ни того, ни другого, ни третьего. Вот объективное основание. Свободы только собраний. А у нас декларируется причастность собственности. Далее, значит, свобода слова тоже декларируется в нашей Конституции, тоже понимается как составляющая демократии. Что по этому поводу Ленин пишет. Так называемая современная демократия представляет из себя ничто иное, как свобода слова. Проповедовать то, что буржуазии выгодно проповедовать. А выгодно ей проповедовать самые реакционные идеи, религию, мракобесие, защиту эксплуататоров и так далее. Насколько актуально звучит? Насколько актуально? Вот у нас в 21 веке всякая мракобесие. Черт знает, что, извините за непарламентское выражение. Так что, все повторяется. Нет объективного основания о какой свободе. Теперь о том, что свобода связана с целью. Ленин и этот момент определяет. Вот как цель-то мы ставим? Каждый для себя или какое-то сообщество, класс, цель. Как она определяется? Совершенно произвольно. До сих пор нам, ну, когда индивидуализация происходит, ну, каждый за себя, один бог за всех, ставь цель, добьешься. А если не добился, ну, пиши на себя жалобу, кто тут виноват, кто тебя эксплуатирует. И что Ленин тут пишет? Кстати, вот в философских тетрадях, на полях науки и логики Гегеля, которую он конспектирует. Цели человека порождены объективным миром и предполагает его, находит его как данное, наличное. Но кажется человеку, что его цели в ней мира взяты, от мира независимы. Свобода, в кавычках, пишет Ленин, да? Вот объективное основание, да? Целей, постановки целей. Это отражение, адекватное отражение. Если мы будем свободны, то мы должны, конечно, адекватно отразить объективную реальность и идеальный образ будущего строить на этом. Это отражение, то есть истинное познание. Дальше вот по поводу обманного буржуазного либерализма, что тоже весьма и весьма актуально, который декларирует свободу вообще, абстрактную свободу, свободу для всех, какую-то абсолютную свободу, которая, опять же, к отдельно взятому обращена. Хочешь быть свободным, будь им. Хочешь быть богатым, будь им. Не хочешь, ну, пиши на себя жалобу. Чего ж ты тогда жалуешься, да? Так вот, в партийной организации «Партийная литература» Ленина известная работа, известная фраза, но не худо и повторить. Абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза, ибо как миросозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность. Жить в обществе, его знаменитая фраза, дальше идет. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Нельзя быть отдельно взято свободным человеком. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы, есть лишь замаскированная или лицемерно маскируемая зависимость от денежного мешка, от подкопа, вот что тут говорилось, от содержания. И далее. В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствует масса трудящихся, и тунеяствует горско богатей, не может быть свободы реальной и действительной. Вот, так сказать, ответ Ленина. И все вполне актуально, все, вот горско богачей, тунеяствует. Да, вот эти олигархи, которые неизвестно, на чем создали свои миллиарды. Ну и в государстве революции, которая тут писалась много раз, это упомянуто, записывает Ленин такую фразу, но речь идет еще до создания социалистического государства. Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства. То есть вот проблема свободы и смысла, вот в чем упирается. А когда есть государство? Когда есть классы, когда есть классовая борьба, и вот когда классовая борьба, диктатура, пролетаритария решает свои задачи, это вот, вы знаете, упразднение государственности, потому что она не будет нужна. Но окружение, вот об этом говорили, враждебное окружение, буржуазное государство, уничтожить собственное государство, это безумие, мягко говоря, да. Поэтому вот не могли мы создать свободу. И вот проблема связи свободы и осознания истинных целей, которые мы можем преследовать или которые преследуют другие лица. Я думаю, что это тоже хорошо сказано в известных словах Владимира Ильича по поводу различных характеристик, то есть различных ипостасях раба. Раб по определению не свободен, цели свои не ставит, смысла, значит, в своей жизнедеятельности не имеет. Но, что пишет Ленин? Известные слова, но опять же, для подкрепления сказано. Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Вот, сознающий уже свое рабское положение, он осознал. Он познал истину, он ставит цели, потому что он революционер, только потому что он ставит цели неспровержения этого несправедливого строя, которое делает его рабом. Раб, не сознающий своего рабского рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. И опять, как актуально это звучит. Вот нам понавешили всяких этих экстрасенсов, понимаете, которые нас ведут, свободы, астрология разная, так сказать. Я вот тут в одной работе своей привожу, что все эти Министерство обороны, в штат взяла официально астролога Министерства обороны, капитана первого ранга, забыл, фамилия простая, вроде Морозов, боюсь соврать. Ну, дело не в фамилии. Да, так что он там делает в Министерстве обороны? Астролог, хоть он и капитан первого ранга. Да, деньги он получает. Оказывается, ему принадлежит такая инновация, любимое слово. Он говорил, что ну вот астрологи обычно предсказывают судьбу отдельно взятым лицам по дате рождения. Но у, скажем, подводной лодки, у танка, у самолета тоже есть дата рождения. Значит, день рождения можно предсказать. И якобы этот капитан первого ранга предсказал гибель Курска, гибель там еще некоторых наших самолетов, но якобы предсказал. А на самом деле эти предсказания были уже после того, как это все свершилось. Понимаете? Вот в чем хитрость. Это всегда так делается. Нострадамусу приписывается, что он якобы предсказал. Все это вранье. Просто люди думают, что ну не заглянут. Хотя, кстати, перевод Нострадамуса сейчас есть. У нас в интернете свободный доз. Так вот, обман, отсутствие истины, иллюзорные цели. И вот, пожалуйста, вам такие вот вещи происходят. Когда мы в этом обмане живем чуть ли не всю свою жизнь, а может быть и всю свою жизнь. Да, многие. Потому что вот так вот статистика показывает, что 98% населения Земли являются верующими, сверхъестественные явления или суеверными. Живут в обмане. Кому это на руку? Можно догадаться. Классовое. Это уже другая тема. Классовое основание. Религии, мракобесии и так далее. Ну вот, я, собственно говоря, от Ленина отталкиваюсь. Вот тут, кстати, хорошо выступил наш юный товарищ, да, девятиклассник. Замечательно. Это, знаете, вот обнадеживает очень нас, стариков уже, да, когда внуки, вот, выступает с такими докладами, в общем. И он говорил как раз о задаче ликвидации безграмотности, которую действительно поставил Владимир Ильич. И задача-то была решена, и вот он в докладе-то. Для чего это нужно? Для того, чтобы раб перестал быть рабом. Недостаточно его освободить еще вот от этого зависимости, от частной собственности чужой ликвидировать. Надо еще его в сознании освободить. Надо, чтобы он осознавал, да, чтобы он действительно присоединялся к действительным целям, то есть видел действительные перспективы в своей жизни, которые его освободят все больше и больше. Вот в чем дело. И поэтому сегодня, конечно, поднимая Россию из руин демократических, с позволения сказать, преобразований, мы вновь и вновь обращаемся к Владимиру Ильичу для того, чтобы как-то, так сказать, согласовать философию, политику, философию, экономику и найти действительные пути выхода из того глубочейшего кризиса, в котором мы все сейчас пребываем. Спасибо за внимание.